В эфире Ньюсейдер Леонид Гвозман. Он заявляет о том, что Байден только что объявил о возвращении Америки на позицию международного полицейского. Ну а Владимир Путин выступает не перед ФСБ, а перед всеми нами, когда объявляет о поиске внутренних врагов. Об этом и многом другом мы говорим сегодня с нашим собеседником. Присоединяйтесь к Ньюсейдер на платформе Патреон, чтобы получить дополнительный контент. Ссылки в описании к этому видео, в комментарии и на этом экране. И присоединяйтесь к нашему разговору. Леонид, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И я бы сейчас хотел начать с важной международной новости, а именно операции ВВС США в Сирии. Мы сейчас не будем углубляться в детали, но сам факт. Россию не предупредили. По словам министра иностранных дел Лаврова, Соединенные Штаты объявили о проведении этой операции за несколько минут, что очень важно. ВВС США наносили удар из зоны воздушного пространства, которая находится под контролем России в Сирии. И которая предполагает, согласно предыдущим договоренностям, что США должны уведомлять Россию в случае таких действий заблаговременно. А тут, можно сказать, поставили перед фактом. Как вы можете прокомментировать это событие? Я не знаю. Я понимаю, что, с одной стороны, есть несколько уровней отношений сразу. Есть уровень отношений между конкретными полковниками, отвечающими за конкретные операции. И обычно этот уровень работает. Обычно это нормально. Я хочу напомнить, что это работало даже между Красной Армией и Вермахтом. Например, в последние дни штурма из канцелярии была проведена линия. Там все-таки были связисты наши в канцелярии сидели. И даже на том уровне ожесточения кошмара, который был, все-таки линейные офицеры могли договариваться между собой. Есть уровень политического руководства, которое, во-первых, эту войну видит, как наши, американские, видят по телевизору. Они не видят реальных... Ну, понятно, да? И, кроме того, они, конечно, играют на этом как-то. И я вовсе не думаю, что американцы всегда белые и пушистые. Вовсе нет. Вовсе нет. То есть я точно знаю про наших, что они постоянно кидают, обманывают там, и их действия не имеют никакого отношения к тем целям, которые они заявляют. Но я полагаю, что у американцев это тоже случается. Поэтому я не знаю, что там случилось. Да, но тем не менее, вот сам факт, что Лавров очень сильно обиделся. То есть понятно, что он отражает позицию Путина. И вот, что он говорит. Наших военных предупредили за 4 минуты, если даже говорить о деконфликтинге, как-то принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, у этого ничего не было. Такого рода уведомления, когда удар уже наносится. То есть, короче говоря, в Кремле очень недовольны. Ну, мне кажется, что это, как бы сказать... Я не знаю, может быть, это наоборот. Нужно сказать Байдену спасибо за его решимость. Или, напротив, сказать, что это в Москве, как обычно, занимается истерикой и пропагандой. Я вот тоже не знаю. Я думаю, что и то, и то. Понимаете, наши все время ищут, на что обидеться. Постоянно, да? Если вдруг появляется повод, который дает основание, реально дает основание обидеться. Потому что если так было, как говорит Лавров, то, ну, конечно, есть основание возмутиться. Ребята, вы о чем? Мы же сами договорились, а вы вот тут вот так, да? А они скажут, а это потому, что вы вот так. Ну, и так далее. Начнется, кто первой начал, понимаете? Так что наши, конечно, ищут, на что обидеться. Но не исключено, что действительно произошел какой-то сбой. Сознательный сбой. Хотел Байден показать, что в гробу я вас видал. И вообще никто, и ваше место вот здесь, да? Может быть, он хотел это показать. Почему нет? Тем более, что Байден очень не любит лично Владимира Путина. Он просто лично. Его не любят, но ему лично очень не понравилось, когда они встречались. Ну, вот поэтому, как бы, ну чёшь. А сейчас он президент и может это сделать, да? А может быть, это просто какой-то сбой в каналах, понимаете? Там политическое руководство приняло решение, а до того оперативной группы, которая обязана быть на связи с русскими, это не дошло. А кто же бывает? Ну, еще раз, слушай, война же. Война, она всегда дает такие. Ну, интересно, что практически день в день вот с проведением этой операции Байден выступил с очень серьезным заявлением, выпадом в отношении Кремля. Он сказал, цитируя, что мы продолжим работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за насилие и агрессию против Украины. И заявил, что Крым, естественно, является украинским. И что возмездие близко в отношении Москвы. Так что это значит у нас? Какая-то системная политика, похоже, в Вашингтоне. Байден возвращается к нормальности. Нормальность, в частности, состоит в том, что должно быть нормальное отношение с союзниками по НАТО. И Байден дал массу уже сигналов, что нет, ребята, а теперь все будет как раньше. А теперь мы, так сказать, ссориться не будем по глупостям. И нормальность состоит в том, что Америка несет ответственность за мировой порядок. Ну, по факту это так. Кто отвечает? Американцы отвечают. Больше некому. Может, когда-нибудь это изменится в 20-50 лет. Но сейчас это ответственность Соединенных Штатов. Поэтому он говорит, да, мы возвращаемся к этой роли. Мы возвращаемся к этой роли. Вот порядок в Европе был нарушен самым ярким, так сказать, таким возмутительным образом России. Поэтому мы говорим, да, все. Из этого, Саша, из этого не следует, что он будет что-то делать. Понимаете? Потому что вот Джон Болтон, его бывший советник Трампа, недолго бывший советник по национальной безопасности, обратил внимание на очень важный момент. Он сказал, что да, Байден произносит очень резкие слова. Ну, вот посмотрите, Путин просил продлить договор по наступательным вооружениям на год, а Байден продлил на пять. А вы спрашиваете, а как надо было? Надо было, говорит, продлить на полгода и начать переговоры по широкому кругу вопросов. То есть, ну как, ну действительно, если Путин просит продлить наговоры, а что ты продлилась на пять? Да? Вот у меня нет ответа, я не знаю, почему это так. Но, конечно, у Байдена главный приоритет – это его собственная страна. Сделать не голубые, не синие штаты, не красные штаты, а United States, как он обещал в одной из своих предвыборных речей. Поэтому, на самом деле, ему Украина, Россия, Саудовская Аравия, Китай – это, в общем, покасательное. Ему надо свою страну примирить, успокоиться там и так далее. Понятно. Ну, а тем временем у нас в России происходят интересные и, на самом деле, трагические вещи. Вот только что все мы с удивлением узнали, что Amnesty International лишила Алексея Навального статуса узника совести. Ну, как сказать с удивлением? То есть, в принципе, формальные основания были, но все отмечают, что, конечно, в реальности, а это был удар, прежде всего, не по политику, не по политическому телу, а по человеческому телу, которое сидит в тюрьме и которому сейчас угрожает опасность. Вот, как вы думаете, вот это может как-то ухудшить положение Навального в тюрьме и увеличить для него риски с точки зрения здоровья и жизни? Да нет. Ну, конечно, нет. Ну, послушайте, ну, Amnesty International, во-первых, это не первый раз они делают, они Манделу лишили статуса узника совести, когда-то было такое. Сначала дали, потом отобрали. Вот. Они не первый раз это делают. Это не имеет для реальности пребывания Навального в тюрьме. Это не имеет вообще никакого значения. Amnesty International может на ушах стоять. Да, его все равно никто не отпустит. Наши проигнорировали нагло обязательное к исполнению решение с ЕСПЧ. Ну, обязательное к исполнению. Ну, вот они на него положили и дальше будут класть. Это понятно. Поэтому там какие-то вообще мысли пёсской фафии, вы понимаете, что она хочет Amnesty International, о чем она думает вообще никогда. Ну, в смысле, в наших, среди наших начальников. С точки зрения судьбы Навального. Но это очень важное заявление, это очень важное событие, мне кажется. Во-первых, это фантастический успех нашей пропаганды. Просто фантастический. Вот это спецоперация, которая была проведена. И проведена очень успешно. Вот я полагаю, что те, кто её проводили, они наверняка получат какие-то награды за это. И это будет в рамках этой системы, это будет правильно. Понимаете, это умные люди, которые стоят на стороне зла. Но они в данном случае стояли на стороне зла предельно эффективно. Значит, почему это было сделано? Значит, наши пропагандисты воспользуются... Ну, никто же не верит, что они, конечно, сама там что-то вдруг раскопала и сама вдруг решила нет. Давайте-ка мы у него отберём статус. Очень понятно, что им стали эти ролики его с этими высказываниями кидать, объяснять и так далее. Значит, наши воспользовались таким бюрократическим идиотизмом международной организации. Во всех международных организациях дикое количество глупостей, каких-то таких формальных пустых процедур, которые вот иногда могут вот такой результат дать. Но тут важно вот, что зачем это было сделано? Вот зачем наша пропаганда провела эту спецоперацию? И вот тут, мне кажется, они демонстрируют... Вы знаете, они демонстрируют адекватность высокую. Первый раз, может быть, за все время. Потому что... Почему высокая адекватность? Смотрите. Борьба идёт не по политической линии, а по морали. Вот вы же не можете сказать, кто там либералы, националисты или поклонники летающего макаронного монстра, были 23 января, 31 января на улицах Москвы и других городов. Это люди, которые объединены, как и положено, в цветной революции. Это цветная революция. Порциональный не закончен. Люди объединены не политическими идеями, а моральными. Вот в конце Советского Союза Дуарухин сказал замечательную фразу, название его фирмы «Как жить нельзя». Вот так жить больше нельзя. Вот это чувство объединяет людей. Достали. Всё. Федап. Но всё больше, больше мы так не хотим. Этот уровень лжи, этот уровень лицемерия, воровства, он нас больше не устраивает. Вот. То есть, это моральное противостояние. Мы против вас не потому, что у вас неправильная налоговая система или неправильная даже внешняя политика. Мы против вас, потому что вы негодяи, лжецы, подонки, а мы, порядочные люди, мы не хотим с вами мириться. Вот, на самом деле, главное месседжение этого противостояния. То есть, сила оппозиции, не только Навального, а вообще всего оппозиционного сегмента общества. Это именно моральная сила. Они это поняли, начальники наши. Во-первых, они это поняли. И это уже, они молодцы, что они это поняли. Второе, что они поняли, там остались умные люди. Они поняли, что поздно обелять самих себя. Поздно. Поздно рассказывать, что Путин хороший. Поздно рассказывать, ну, оппозиционному сегменту общества, да. Поздно рассказывать, что он там 23 часа в сутки пашет на всех нас там, живет там в скромности и простоте и прочее. Всё. Вот уже проехали, да. Значит, а что можно сказать? А можно сказать, а вот эти, которые против нас, они такие же, как мы, такие же говно, как мы. Вот что можно сказать. А может быть, даже в чём-то ещё хуже. И поэтому, посмотрите, Навального атакуют именно по моральной линии. По моральной. Значит так. Он в Германии жил в роскоши. Показывают эту вполне минималистскую квартиру, в которой он жил. И говорят, вот видите, тут есть ёрш, есть аж два дивана. Два дивана, это, конечно, понятно. Это очень перебор. Вот. Значит, есть два дивана. Окей. Значит, дальше. Они устроили этот процесс со стариком, который с нашей точки зрения, с точки зрения людей, которые смотрят по интернету и так далее, это же просто ужас какой-то. Это же все шито белыми нифками. Он и маразм, совершенно неподготовленный. Внук не знает отчества деда. Ну, в общем, бред собачий просто, да? А Навальный их возит вообще мордой по столу. Он ни в чём себе не отказывал, потому что он понимал, что никак ухудшить его положение этот процесс не может. Даже срок нельзя дополнительный дать. Вообще ничего нельзя. А зачем они это делают? А, очень разумно. Они дают месседж своим, которые не по интернету смотрят, а по телевизору. Посмотрите, какой он негодяй. Он старика обидел. Он обидел старика. Старику 95 лет. Он его обидел и чуть не умолил. И вы знаете, этот месседж дошёл, Саша. Этот месседж дошёл. Мои друзья говорили мне, что им говорили, им, тоже их пожилые родители, бабушки, дедушки, вот ты за Навального, а он ведь какой негодяй. Ведь какой негодяй. Старика обидел. 95 лет старику. Я здесь, кстати, добавлю, что тут же хоккеист недавно один известный высказался против Путина из-за Навального. Его тут же обвинили в избиении девушки. Конечно. Даже там 10 лет назад. Та же самая история. Они так делают. Или там Буковского обвиняют в том, что он педофил. Да, он педофил. И то же самое. Смотрите. Вот это слово сочетание. Узник совести. Это очень положительная коннотация имеет. Правда? Узник совести. Это вообще благородный. Он за идеи. За что-то хорошее следит. Это для очень многих людей положительная коннотация. И они убирают положительную коннотацию. Никакой имени из них совести. Они же не говорят, что Эмнист Интернешн одновременно сказал, что нет, он остается политически заключенным. Это было освобождение. Про это они, разумеется, не говорят. Они просто говорят, что они убрешили статус узника совести. Значит, такой человек, как я, который чуть менее информированный, но такой, как я, по взглядам, по мере ощущениям. Он что видит? Эмнист Интернешн. Уважаемая организация, к которой он придет доверять, между прочим. Ну, как Эмнист Интернешн. Она заступается за всех, невинно обижена. И вот Эмнист Интернешн говорит, никакой имени из них совести. Вообще националист такой банальный. Грузин не любит, с пистолетом размахивает и так далее. Замечательно. Если у меня нет другой информации, то я, значит, буду разочаровываться в нем. То есть у него становится меньше моральных сил. Поэтому это очень правильная с точки зрения властей акция. Понимаете? Она злобная, она аморальная, она лживая, как вы хотите, да? Но если вы встанете с их стороны фронта, то тогда тех офицеров, которые это сделали, надо награждать. Все. Да, Леонид, ну вот Эмнист Интернешн уже ответила всем критикам, сказав, что они основывали свое решение ни в коем случае не на основании пропаганды российских властей. Они, в частности, говорят, что она легко распознается, и дело не в ней. Что на самом деле эта клеветническая компания вообще никак не повлияла, заверяют они. То есть они намекают на то, что, в принципе, основания есть. Ну, что вы можете на это сказать? То есть они закапывают Навального еще больше. То есть, понимаете, что это означает, да? Вы не думайте, мы не потому, что нам Маргарита Симоньян сказала, да? Мы посмотрели и сами убедились, что он негодяй, националист там и так далее. Понимаете? Ну что, они должны... Это часть ситуации. Наши поставили Эмнист Интернешн в такую ситуацию, да? Что Эмнист Интернешн теперь должен доказывать, что Навальный негодяй. Для спасения собственного лица. Ну, самое главное не просто доказывать, что они такие заявления должны сделать и просто обязаны, потому что у них есть инструкции, и вроде как, ну вот, действительно, есть такие факты, и как бы нужно как-то на них реагировать, да? Хотя, ну... Саша, ну понятно, что это ерунда. Ну, естественно, потому что сейчас речь совсем о другом. Сейчас человек погибает. Слушай, ну, мужик сказал это там 10 лет назад, или там 12 лет назад, когда эти замечательные высказывания были возникнуты, да? За все последние годы ничего подобного не говорил. Да, надо признать, ничего не говорил, да. Ну, вот именно вот таких агрессивных каких-то вот выпадов против Грузии, Украины или каких-то стран не было, хотя, ну, известно, критикуют, конечно, его за отдельные высказывания, но человек сейчас погибает. Вот это нужно помнить, действительно. Он перед угрозой жизни. Ну, конечно, это ужасная совершенно история, ужасная история, но она на его жизнь, она, я думаю, не повлияет. Не повлияет, с моей точки, я надеюсь, что не повлияет. Вот, но она зато очень показывает, что думает на что у вас. Ну... Да, и Мистинтернешнл все-таки как бы и с пониманием относится к нашей позиции, вот они пишут, что признают, что выбрали неудачное время принятия этого решения, поскольку оно могло бы, ну, вот такое решение, нанести ущеб компании по освобождению политика и выразили сожаление в связи с этим. Ну, надо как-то очень вылезать из этого места, куда-нибудь по дуре влезть. А влезли, понятно, почему, потому что они бюрократическая организация, понимаете? Они бюрократическая организация, есть процедуры, опа, получился, а дальше мы думаем, а какие будут последствия. Ну, сначала мы уже сделали, понимаете, потому что есть правила, они действуют по правилам. Ну, что это, ну, морал себе. Вот писатель Борис Акунин как раз написал письмо в Мистинтернешнл, ну, видимо, чем привлек внимание их, сказав, что, вот смотрите, говорит, лишив Алексея Навального статуса узника, вы наносите удар по человеку, которого сначала чуть не убили, а потом неправильно заточили в тюрьму. Вы еще плотнее закрыли дверь его камеры, усложнив всем нам борьбу за его освобождение. Видите, он считает, что как раз все-таки они серьезно усложнили жизнь Навального. Но вы говорите, что нет. Так все-таки да или нет? Все-таки как? Хорошо бы, чтобы я был прав, а Борис Акунин ошибался. Многие считают, что это реально ухудшает его положение. Потому что, вот смотрите, вот как вы правильно заметили, вот все смотрят, ага, официальная организация такое заявление сделала. Да? Вот смотрите, когда делает Байден заявление и Евросоюз по поводу того, что Навальный это человек, который является главным противником Путина, то всем становится понятно, что этого человека трогать нельзя. И тут Amnesty International. Так значит, все-таки можно. Можно ему поморочить голову, ему можно помучить, его можно перевести статус склонного к побегу, можно будить, соответственно, по ночам связи с этим статусом и так далее. Ну, Саш, понимаете, что позиция, допустим, Байдена и Евросоюза, это та позиция, которую наши не могут не учитывать. Они не будут его освобождать, но я думаю, что именно благодаря позиции Байдена, ну, Байдена, кстати, штат Евросоюза, они его не убьют. Вот я думаю, что они его не убьют, потому что есть такая позиция. Понимаете? На самом деле задача, если вы пытаетесь вытащить человека из фильма, помочь ему, да? Я просто, как бы, можно сказать, я один раз участковал в такой работе в течение трех лет, три года, вытащил человека из фильма, да? И задач было две. Первая задача – освободить его, да? Но вначале это было совершенно невозможно. Вторая задача – это не дать его убить, потому что его бы убили, на самом деле, если бы мы не вели серьезную кампанию. Значит, сейчас что делает Запад? Запад спасает ему жизнь, мне кажется, да? С этой точки зрения заявление Amnesty International не значит ничего. То, что это мерзость вообще, что он такие заявления делает, ну, это понятно. Акулин об этом написал и правильно сделал, да? Но нет, мне кажется, что это все рассчитано только на то, чтобы снизить уровень его поддержки, уровень его морального авторитета здесь, в России. Ну, это задача РТ, да, и она с ней, как бы, пытается справиться. Кстати, тут ведь есть и конкретный виновник этой истории. Это Катя Казбек, девушка с довольно-таки, скажем так, шизофреническими взглядами на мир, потому что, ну, а, как известно, теперь уже известно стало, а она выступает против западного капиталистического империализма и защищает китайский коммунистический строй? Слушайте, понимаете, вот есть люди, у которых есть политические взгляды, так? Левые, правые, сталинисты, неважно кто, да, вот есть политические взгляды. А есть люди, которые высказывают политическую позицию для решения каких-то своих психологических задач. Понимаете? Ну, например, если я хочу всегда быть против, да, вот мне нравится быть против, да, тогда в разговоре со сталинистами я буду против Сталина, а в разговоре с эбиралами я буду за Сталина, да, я буду с равным, так сказать, энтузиазмом говорить совершенно противоположные вещи, потому что на самом деле цель моего оговорения это не обосновать позицию, а доказать, какое я крутое, я не боюсь вас, да, или наоборот, я хочу быть всегда с большинством, значит, я со Сталинистом буду Сталинистов, я думаю, что я не имею в честь тебе знакомых с Катит Асбек, но судя по тому, что я про нее наслышан за последние там сутки-двое, ну вот она, конечно, девушка просто вот такая. Ну, прославилась, что называется, да. Ну, прославилась, да. Тем временем Путин делает выступление перед ФСБ, в котором он начинает с разговоров о борьбе с внутренним врагом, это впервые вот такое вот посланчик. Как вы оцениваете, что нам грозит, что грозит россиянам, оказавшимся в клетке в этой? Да ничего хорошего, значит, во-первых, я только одну поправку хотел бы сделать, что Путин выступал не перед ФСБ, он выступал перед нами, потому что если бы он захотел выступить перед ФСБ, ну вот, это есть некое ведомство, оно что-то делает, да, и президент считает нужным ему что-то сказать. Я думаю, что Байден тоже может, наверное, приехать в ЦРУ, там, собрать весь генералитет ЦРУ и что-то им говорить, как он видит ситуацию и так далее, ставить какие-то задачи, почему нет. Но это не показывают по телевизору, это конфиденциальная вещь, а когда это показывают по телевизору, это обращение не к коллеге ФСБ, а к нам с вами, на самом деле, он нам с вами сделал сообщение, да, и нам с вами, и своей поддержкой, своей группой поддержкой, которая еще странная в стране и так далее. И вот он обрисовал картину, значит, в год ловят 500 шпионов, знаете, при Брежневе, значит, в благословенном, наловили одного-двух за год. А где эти шпионы, кстати? Ведь, ну, буквально одно-два дела, и то не закончены в суде. Ну, где-где? Откуда я знаю? У меня их нету для вас. Вы же эксперт. Да, у меня нет для вас шпионов, а у него есть шпионы. Вот, провериться все ничего нельзя, даже когда Боркин к нему приходит, приходит к нему докладывать, что мы, блин, отвратили 78 терактов. Хочешь – верить, хочешь – не верить, вообще, доказать никаких – никогда. Да, да. Вот. Значит, это, понимаете, это, ну, нам ничего хорошего не судит. Я думаю, что, если всерьез, я думаю, что, ну, во-первых, я считаю, что, скажем, неизбежно усиление репрессии. Просто абсолютно неизбежно. Просто нет другого варианта. Я думаю, что неизбежно, и, собственно говоря, Владимир Владимирович это анонсировал сейчас, статьи за измены Родины, шпионаж там и так далее, их более широкое использование, чем сейчас. И я думаю, что у них нет другого варианта. Вот. Опять же, понимаете, я всегда, ну, как психолог, да, даже профессиональный, я всегда стараюсь встать на точку зрения оппонента. Да, вот. Вот. Понять, посмотреть на ситуацию его глазами. Не значит, что вы должны с ним соглашаться и там сдаваться и бродаться. Совершенно не обязательно. Но если вы стреляете под движущиеся мишени, то вы должны понять логику ее движения, иначе вы в нее не попадете. Понимаете? Тогда это, по-моему, понятие его логика. Значит, а логика здесь такая, мне кажется. Значит, смотрите. Как можно сплотить население? Никак. Ответ – никак. Ну, все. Проехали, да? Второго Крыма нет. Значит, ну, нет такой территории просто второй, да, которую можно было бы так взять с таким энтузиазмом. Второго Крыма нету. Воевать никто не хочет. Ну, и так далее. Значит, о сплочении уже речи нет. Речь идет об оправдании своего пребывания в лосоц. Вот на самом деле задача – оправдаться. Почему мы так сидим? А мы так сидим, потому что вокруг ураги. Знаете, нет другого оправдания. Будущего нет. Нельзя сказать, что, ребята, я вот власти, я даже, да, я даю воровать тут каким-то людям, потому что, понимаете, там, бороться с ними, как стричь свинью, визбу много, шерсти мало, значит, давайте мы не будем обращать внимание на мелочи, пойдем вперед, там, коррупция везде бывает, и так далее. Зато вот мы идем вот сюда, да? Мы идем сюда. Куда? Знаете, к полному избу, да? Нито не верит в полный изб. Понимаете, никто не верит в это счастье, да? Более того, нету рубежных событий. Вот событие, которое, когда оно произойдет, вот тогда счастье наступит. Вот у Зиновьева в «Светлом будущем» этим событием было... И в «Светлом будущем» этим событием было ввод в строй и бонючинский гэс. Там была река Бонючка, и, значит, и бонючинский гэс, вот как введем в бонючинский гэс, наступит полный изб. У нас нет и бонючинских гэс. Мне рассказывал отец покойный, что он, когда началась война, он был 16 лет, он был в Питере. Вот. И, собственно, оттуда. И в армию пошел, и так далее. Вот. Он мне говорил, значит, во-первых, мы не сомневались в победе. Вот, говорит, ни разу. Он самый тяжелый зимой, который жил в Питере. Я говорю, ничего, не сомневаюсь. Но самое главное, другое. Мы, говорит, все знали, что вот победим Гитлера, и будет хорошая жизнь. Понимаете? Вот был вот этот рубеж. Надо победить Гитлера. После этого будет хорошая жизнь. Надо ввести в строй бонючинскую гэс. Надо там еще что-то такое сделать хорошее, да? И тогда будет хорошая жизнь. Вы можете назвать, что сейчас надо сделать, чтобы наступила хорошая жизнь? Чтобы люди верили. Кроме того, чтобы Владимир Путин наконец-то освободил свое место, наверное, ничего другого люди не желают. Как всякие баламуты вроде нас так думают. А я сейчас говорю... Наш процент растет, я напомню. Что их людям можно сказать. Понимаете? Вот что они могут своим людям сказать? Надежду они не дают. Ну, разве что продуктовые карточки. Ну, вот именно. Вот именно. То есть, будущего нет. Понимаете? А что есть? А есть внешние угрозы, да? Понимаете? Нас окружили со всех сторон. Со всех сторон. База НАТО продвигает. Все это делается. Все это делается. Вот видите, в Сирии американцы, сволочь вообще, да? Вот. Китайцы, с которыми мы, конечно, дружим. Мы, конечно, дружим с китайцами. Но мы-то с вами знаем вообще. Что, можно менять китайцами? Что? Понимаете? У человека на улице остановились. Он что, китайский? Что ли? Не, не, не. Я говорю, китайцы. Понимаете? Они вообще чужие у них. Заня такие, как у нас вообще. И вообще непонятные. И алфавит у них какой-то дурацкий. Мы же российская страна. Понимаете? То есть, кругом враги. А вы говорите, меняй Путин. В общем, с дуги нельзя менять. Да. И, между прочим, ФБР вот только что как бы подтверждает опасение российской пропаганды и пошло в наступление. Вот сейчас объявили в розыск 13 тех самых замечательных людей, которые были обвинены комиссией Роберта Мюллера в том, что они вмешивались в американские выборы. И среди них в розыск объявлен Евгений Пригожин наш. Самый известный, значит, фигурант. И вот за его поимку и за поимку других людей, за сведения, которые могут привести к аресту Пригожина, обещана награда в 250 тысяч долларов. Вы, случайно, не знаете, где ужинает Евгений Пригожин? Какие он рестораны ходит? Вы знаете, ну, поскольку у меня... Я попробую выяснить того, что мне очень много его людей пишут комменты. Постоянно. Я как что напишу, да, вот, злобная и русофобская, так они, значит, мне комменты всякие пишут в огромном количестве. Я попрошу ребят, они, может, с ними поделиться. Знаете, они же, ребята, аморальные на самом деле, да? Можете вы сказать, мужики, давайте, половина ваша. Хорошая идея, между прочим. И я комиссию чуть-чуть возьму все-таки вопрос, зачитал и подал идею. Да. Ну, а вот давайте к серьезному. Украина на днях подала в ЕСПЧ первый своего рода иск к России по поводу того, что Россия, российское государство, занимается убийствами своих политических оппонентов внутри страны и за ее пределами. Вот ЕСПЧ принял вот эту вот жалобу, это заявление. Как вы думаете, вот какие будут политические последствия такого вот заявления? И вообще, к чему это может привести? Это вообще политическое решение со стороны Киева или вот такое юридическое? А может, это и то? Да нет, ну конечно, политическое решение, все очевидно. Я думаю, что возможно, она может иметь, или они думают, что она может иметь какой-то плюс для них внутри, внутри политический плюс в Украине, для правительства Зеленского, там, может быть, да, я не знаю. Нашим это, с одной стороны, по барабану, ничего не изменится, конечно. С другой стороны, это правильно, что украинцы это делают, хотя бы потому, что, а иначе им скажут, ребята, а почему же вы этого не делали? А почему не делали? У вас была законная юридическая возможность обратиться в ЕСПЧ, а вы не обратились. То есть так, вы, вы сами виноваты, вы сами. Дело в том, что ведь никто, кроме украинцев, до этого не додумывался, и они даже вот только сейчас подали. А ведь действительно, это ведь на поверхности лежало все. Британия могла бы подать? Могла бы Британия. Чего же она не сделала? Ну что ж? Ну, потому что Британия, как у нас, она несколько в стране и выше, в общем, на самом деле. Хотя на ее территории убили новичком, гражданку. Совершенно правильно. А на территории Украины убили вообще 14 тысяч человек, Да, верно. Так что и территорию отобрали. Так что в Украине есть основания. Кроме того, я думаю, что это осмысленно вот для чего. Это пригодится потом. Потом пригодится. Это на самом деле, как вот, есть масса действий, которые кажется бессмысленными. Вот я недавно подписал какое-то письмо, колокольцев, еще кого-то, там 9 тысяч человек подписал, я тоже, значит, подписал, да? Там то ли пропутки, я вообще с них не прошу, да? Я почему писал? Потому что автор была Зоя Светова, человек очень достойный, с моей точки зрения. Я, ну, если она подписывали, то я, конечно, подсоединяюсь. Вот. Но потом дальше Зоя Светова стали ругаться. Ну, и всех нас тут писал, что зачем, зачем он обращается и так далее. А я думаю, что мы правильно сделали, что обратился. Не потому, что кто-то верит, я уверяю, что сама Зоя Светова не верила, она действительно не верила, я, тем более, не верю. Что там, эти наши министры, они там что-то такое среагируют на это. Не. Ну, знаете, что будет? Когда в 2000-е там, в каком-то году, будет суд над ним. Ну, в частности, за пытки. А они скажут. А мы не знали. Мы не знали. Это полковник Попкин делал, понимаете? А я, генерал полковник, откуда он был знаменит? У меня это не дошло. А ему тогда обвинется, скажет. Нет. Ты знал. Вот видите, письмо отправили, да? Вот тебе письмо отправили. Вот расписано, что твоя экспедиция его получила, твое министерство. Вот. Все. Ты все знал, да? Ты все знал, отвечай. Это очень полезно будет. Это был Леонид Гозман. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И присоединяйтесь к Ньюсейдер на платформе Патреон, чтобы получать дополнительный контент. Эксклюзивные видео, текстовую аналитику и доступ в закрытое сообщество Ньюсейдер в Facebook и в Telegram. Ссылки в описании к этому видео, в первом комментарии и на этом экране. Благодаря вашей финансовой поддержке, благодаря поддержке патронов, мы можем делать эти материалы, повышать их качество и расширять спектр наших передач. Мы только что запустили программу Антивести, именно благодаря поддержке патронов. С вами был Александр Кушнарь. До новых встреч. Берегите себя.